Привет, это Дима. Вчера, после трехнедельного перерыва, мы продолжили рассмотрение дела по существу. Вопреки моим опасениям, процесс проходил в открытом режиме, как и ранее. Правда, интересного на заседании было мало. Прокурор пролистывала и выборочно излагала содержание первых двух томов дела. Материала довольно объемного и бестолкового. В значительной мере он состоит из кучи разнообразных справок и наведений справок, рапортов о передаче какой-то бумажки из одного ведомства в другое и прочего бюрократического мусора. Важный документ – экспертиза Института криминалистики ФСБ, дающая оценку моим постам. Но оглашена она была так, что едва ли кто-то из слушателей уловил смысл. Прокурор огласила ответы экспертов на поставленные перед ними вопросы, не озвучив ни сами вопросы, ни тексты, исследованные экспертами. А жаль, материал-то довольно интересный. Там и социальная группа «Путин» и несоответствие моего поста оппозиции Лаврова, появившиеся на два дня позже, и много еще моментов, заслуживающих внимания. Благо, у нас еще будет возможность их разбирать. В последний час прокурор решил все-таки зачитать мои посты. Причем не только те, что легли в основу уголовного дела, а вообще все, начиная с рокового утра 24 февраля. Поймал флешбеки в первые недели. Тогда я пребывал в состоянии полнейшего шока и практически не спал, каждый день участвуя в митингах, а по ночам расклеивая стикеры. Следующее заседание 2 ноября пройдет в аналогичном режиме. Прокурор продолжит оглашение материалов. 26 октября 2022, Москва, Матросска, Дима. Субтитры создавал DimaTorzok